Всем привет, с вами GabZor.com Вышли новые консоли от Sony и Microsoft В ближайшее время они появятся в продаже Сейчас уже четко нацелен тренд на 4K разрешение Это касается же стриминговых сервисов, таких как YouTube и многих других Такой контент станет доступен И сейчас при подборе нового телевизора Естественно стоит обращать внимание на поддержку 4K Сегодня протестируем недорогой 43-дюймовый телевизор Harper 43U705TS Версия 2020 года Плюс-минус стоит в районе 19-20 тысяч рублей Ну а более подробная информация по ссылке в описании к этому видео Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектные ножки Выполнены из металла, достаточно компактны Это позволит разместить телевизор с минимальным отступом от стены Хотя с учетом габаритов рекомендую задуматься сразу о весе кронштейне Он исключит еще и к тому же риск отопрокидывания при неаккуратном обращении Этот телевизор отличает узкие боковые рамки Ширина менее 1 см За счет этого уменьшаются общие габариты Плюс сам телевизор выглядит эффектнее По центру нижней рамки логотип производителя Выведен также приемник для комплектного пульта управления Задняя панель из черного пластика Он не марки, не подвержен загрязнению пылью В центральной части основной блок с технической начинкой Здесь же сосредоточены все интерфейсные разъемы И выбор предлагается хороший Снизу это коаксильное гнездо Выход под наушники или акустику Антенный вход RG45 HDMI Справа еще 2 HDMI USB компонентный вход Для CI Plus есть Такая связка позволяет гибко подбирать источник сигнала Современный телевизор сложно представить уже без доступа в сеть Здесь есть как Wi-Fi, так и проводной через RG45 С учетом трансляции контента в высоком битрейте Кабель оптимальный, конечно, будет Телевизор оснащен парой динамиков по 8 Вт каждый Присутствует запас по максимальному уровню громкости Есть эффект объемного звучания Блок питания встроенный При продолжительной работе задние крышки и панели не нагреваются Огрехов в качестве сборки не наблюдается Есть пульт с традиционным набором кнопок Но единственное, что с учетом того, что от Android Рекомендую сразу задуматься о беспроводной клавиатуре с тачпадом Например, Harper KBZ3030, которым разыграли среди вас зрители и подписчиков нашего канала Установлена 43-дюймовая матрица VEA с разрешением 3640 на 2160 пикселей Классическое соотношение сторон 16-9 Выглядит изображение на Harper 43U750TS эффектно Подсветно равномерно по всей площади Частота обновления 60 Гц Располагает 10,5 ГБ оперативки и 8 ГБ внутренней памяти Нехватки быстродействия телевизор не испытывает Приложение открывается быстро Построена платформа на базе актуального Android 9.0 При первом подключении предлагается дать настройки доступа к сети Выбор языка интерфейса региона После этого стартовый экран предлагает с собой список разделов По типу приложений Быстрый доступ к запуску мультимедийного контента Выбор источника сигнала YouTube входит в базовый набор софта При поиске видео можно будет задать фильтр С выбором видео в 4К Кстати, наш обзор вы также смотрите в 4К Максимальное качество с высокой детализацией Список приложений может быть дополнен самим пользователем Здесь есть возможность выбора между официальным Play Market И загрузкой установочных файлов Последние могут быть полезны, если вы ставите Что-то недоступное в Play Market Для бесплатного просмотра фильмов И эфирной сетки каналов А сама платформа и ее исполнение В отличие от Samsung и LG Исключают риск остаться без доступа к сервисам В ближайшие 1-2 года У меня есть телевизор от этого производителя И там сначала удалили YouTube Потом еще приложение И в итоге это просто встроенная медиаприставка Плюс есть риск вообще в блокировке платформы По желанию производителя Здесь же максимальная гибкость И выбор наполнения самим пользователем Так же, как и должно быть Для тех, кому интересны эфирные каналы Можно использовать как кабельную Спутниковые антенны Или с помощью антенны, например, просматривать базовую Сифровую сетку Здесь есть встроенный декодер Никакие дополнительные плееры использовать не надо Но смотреть можно и без антенн IPTV Приложение можно загрузить в магазине С собственными плейлистами каналов Оно бесплатное, работает все корректно В сети есть готовые плейлисты русских каналов и других И под ваш вкус Есть ручные настройки для тонкой настройки системы В целом же для большинства задач Слегко и хватает заводского пресета Записывать любимые фильмы или музыку можно на внешний накопитель Телевизор располагает сразу двумя USB Так можно задействовать один под бериферией, а второй для накопителя Считываются все популярные форматы файлов Harpia 43U750TS станет хорошим выбором при поиске недорогого 43-дюймового телевизора С поддержкой 4К разрешения С удовольствием обсудим с вами этот телевизор в комментариях Лайк, подписка, приветствуется, пока-пока